Есть иной кандидат. Фактически, безусловно, должно быть два. Безусловно. Кто-то или вы в пользу Лессика, или Лессик в пользу вас, но и должно быть безусловно два. Будет второй и, скорее всего, третий кандидат скинет, сбросит свои голоса в пользу главного. Безусловно. Это традиционная технология. Вам будет противостоять значительно более организованная команда. Если у вас технологии победы, недостаточно вашего выступления, вы выглядите очень убедительно, но этого мало. Должны примениться какие-то технологии. Вы, может быть, недочитали, я дала бумажечку по регламенту, выступление кандидата пять минут, поддержку или против кандидата по две минуты до десяти минут. Вы нам не дали бумажечку по регламенту. Вы нам не дали бумажечку по регламенту. Я дала Эдуару Евгеньевичу. А, Эдуару Евгеньевичу? Да, я ему дала. Но я об этом буду говорить позже. Прекратите. Так вот, там сказано, что обговорение кандидата. Можно не разговаривать? Там есть такой норматив, как обговорение кандидата. Мы предлагаем три минуты на голову и два на заместника в рамках обговорения. В течение трех минут вас могут поддержать три человека. Вы можете применить эти технологии. То есть, вы должны применять технологии в свою поддержку и против кандидата. То есть, против вас они будут применены безусловно. Я думаю, что информация там мы еще не успеем выйти, она уже там. Вы же понимаете? Ну, а с вашей стороны должны тоже примениться технологии для перемоги. Что касается технологии, ну... Да я, в общем-то, не возражаю. Только она времени-то осталась. Ничего, коллеги, но вам быстро отвезли. Дело не будет. Александр Иванович, за вопрос очень важный вопрос на того, как вы будете наполнять смыслом вашей деятельности. Я вам, как, Александр Иванович, больше вам отвечу, чем вопрос задан. Быстро отвечать на вопрос. Так нет, вопрос но вы уйли. Ну, вопрос артериический. Вопрос в котором? Вопрос... Это как вопрос, а формировать комитет. Правильно? Нет, вопрос артерический это отдельная история, об этом надо говорить. То есть вы наблюдаете от начала? По существу. Давай дальше, что вы. Александр Иванович, вы знаете, все таки, друзья мои, все понятно... Вроде бы сособиться ребеночек не нравится. Приоритет. Вы понимаете, правильно. Приоритетность должно иметь место. С другой стороны, я понимаю, есть два кандидата, которые вызывают определенное доверие и надежду. Потому что здравые вещи говорят рекламы, они желают переменить ситуацию. И главное, у них есть не только наступательный упорядок, но и талант руководителя. Талант руководителя, организатора, это неплохо. С другой стороны, вот смотри, 108 организаций в общественном совете подошли на отчетное собрание из старого. Подали документы на новый САЗЭК из 108, 62 организации. Так вот, позвольте, давайте зададим вопрос, из этих 62 все ли удовлетворены ситуации, которая сложилась в общественном совете, прошедшие два года? Наверное, нет. Наверное, из этих 62 многие недовольны теми кандидатами, которыми предлагается для обсуждения. Ну, в частности, Несекрет, Давыдова и Робиона. Наверное, эти 62 человека не все единогласно проголосуют за этих кандидатов. Надо понимать, что там векторат будет иметь место и нашу поддержку тех кандидатов, которых уже есть. С другой стороны. Вновь подходящий. Более сильный и безразличный, какую нам нужно председать. Потому что это не просто фигура. Это фигура, которая а. желание, и б. умение. Работать на пороченном участке. Вот при сочетании этих двух качеств можно достичь людей. Одного желания мало. Тут еще умение надо и кропотливая работа. Понимаете? Так вот мне далеко не безразлично, какой будет председатель. И, на мой взгляд, это лично моё мнение. В этой истории, конечно, приоритет в моих глазах не находится. Это уважаю Лесик. Уважаю его наступательный порыв. То, что он рассказывал, молодец, плохо, что он рассказывал, это не тогда, когда надо рассказывать. Вот он сейчас там рассказывает, когда ситуация меняется. Здорово, молодец. Но, с другой стороны, главный вопрос. Вот, допустим, мы пришли к определенному мнению и убеждению в этой истории. Да? Источник власти – это народ. Правильно? И он, только он. Я хочу сказать. Первое. Вы поддерживаете вот этот принцип? Что именно мы, представители народа… Я задам, да или нет? Вопрос. Да. Следующий вопрос. Наша общественная организация, совет при обл администрации. Мы представляем каждую свою общественную организацию. За нами стоят от единицы до тысячи человек. Правильно ведь? Кто особенно является частью всей украинской организации? Так ведь? Те, если надо, тоже как бы будут воздействовать. Вопрос такой. Как сделать так, чтобы нас общественный совет не просил, не это, а говорил, что мы, тот народ, тот источник власти, не будет лучше, чем те, которые подготовлены для некоторых подразделений администрации. Это большая. Чтобы каждый раз они поняли, не догадывались. Ну, это… Эти ребята действительно… Слушай, они предлагают… Состоевский, Чернов… Ну, это… Возможно, при условии нормальной рабочей команды. А то… Что мы с Пушнаревом… Пушнаревом… Чернов… Шевчуха… Породавка… И… Почеренности. Давай дальше. Говорим. Говорим. Встречи асфептически. Говорим. Говорим. Я всегда, когда я ищу вас, товарищи, поддерживайте, действительно, я толкну. И давайте… Вот тоже давайте в общественном союзе попробуем протолкнуть. У нас есть общественная организация. Давайте в школы пойдём, где они начнём рассказать, что такое собрание, как оно проводится, как протокол этого собрания довести до органов власти, чтобы они его почитали. Потому что протокол, на самом деле, это документ. Он имеет общественное влияние. С ним можно пойти в прокуратуру, милицию и в суд. С этим прокурором. Есть акты общественные реагирования, такие документы, которые тоже мы имеем право составлять, а граждане. У нас есть гражданские права, мы можем им пользоваться. Если, на самом деле, сегодня мы ходим на улицу и кричим «вусор рассыпан», милицией не занимается, кто нам мешает составить? Уступающий говорит о том, что нету регламента этого собрания, нету статуса этого собрания, нету повестки дня. Мы же просто это не делаем. И большинстве почему? Потому что не знаем, как это делать. А вот наш вопрос, Андрей задал вопрос и спросил, как мы этому будем учиться и учить. Вот за головой. И это демонстрирует. Коллеги, извините, я вас только берегу, поймите. Мне непонятно, что вы начали обсуждать. Юрий Михайлович, извините, потом после вас, товарищи... Дело не в этом, понимаете? Давайте говорить не просто о всех, как раньше говорили, за советскую власть. У нас стоит конкретная задача. Завтра в собрание. Подготовиться, провести своих людей. И давайте об этом говорить и обсуждать. А потом все остальное. Я сейчас переведу просто. Я закончу по этому поводу. Понимаете, поэтому главное, провести людей. Это председатель, заместитель председателя правления головой комитета. Вот главное, давайте это мешать. Второе. Не упрощайте ситуацию с чиновниками. У меня большой опыт работы в областном совете и по политической деятельности. Они сделают все возможное, чтобы нас переиграли. Поверьте, много для этого способов. Поэтому, выбирая сегодня одного из кандидатов на должность председателя, все-таки, боя точка зрения, не просто свою точку зрения, наиболее целесообразно предыграть на группу. Почему? Я Андрей вчера сказал по этому поводу. Вы говорили, да, в зале все кричали, хлопали в ладоши, хорошо все. Но при этом он дожил много неприятностей. Люди, которые выступают против, и будут выступать против. Я с ними уже встречался, понимаете? Я ему сказал, что Андрей, не взять ли славо бросать в зал, который он бросал. Вы все присутствовали и слышали. Поэтому в данной ситуации целесообразно выдвигать одного кандидата. Понимая, что они пока будут вдвоем, потом снимут. Это уже определенные методы, которые там будут действовать. Коллектив, который неравнодушный. Я скажу слово, как разуме, «щеномерно, как решено». Мне очень нравится. Но у нас слово. Нету никаких реальных предложений и решений. Я хотел бы сделать маленькое разуме в том, что если не удастся именно прийти в немышленнику выгнать своих кандидатов, хоть на голову, как у заместителей, это не есть потеря. Это и есть шанс еще три месяца понаблюдать и собрать коррективу. И тогда можно уже, зная кто есть кто, расставить все на мишточке. Поэтому еще раз, не надо отправиться, если вы не будете. Не надо отправиться. Набоке ответит на этот вопрос. То есть заставлю вам в течение этих месяцев подотроиться от счетов. Зачем? Мы не завтра не выберем, там больше всего. Да вы и так знаете, что он остался. Давайте мы дадим вам возможность. Захватим, Сергей Петрович, общественный парламент Украины. То, что встреча Набоке с Лесиком состоялась, слава Богу, я думаю, с звездом надо было встретиться. Во-первых. Во-вторых, я просто по настроению, которое царило на том собрании, на первом, я, скажем так, человек в общественной деятельности сравнительно новый. Но, скажем так, аудиторию чувствую. И, скажем так, настроение было следующее. Во-первых, 70 человек было совершенно новым. И вы увидели, что эти 70 человек, в общем-то, голосовали не за Лесика, а голосовали за здравый смысл. То есть, в общем-то, и по этому собранию, по тому сценарию, по которому оно в результате было. Но это не значит, что все эти 70 человек поддерживали Лесика. Потому что, я, так сказать, обзыванию своих знакомых, очень у многих его выступление и все остальное вызвало просто банальное раздражение. Поэтому, как бы, это было ровно как на Майдане. Люди стояли не за Ющенко, а люди стояли против беспределок. Поэтому, в данном случае, мне кандидатура Набоке кажется наиболее оптимальной в том плане, что этот человек, так сказать, никак не скомпрометировал себя вот перед уликой, перед собранием. Человек взвешенный, человек четко понимающий. У человека есть не просто по слухам, а есть основания утверждать, что работа Совета была неудовлетворительной на протяжении двух лет, потому что человек в этом Совете состоял. И главное, что он знает, как это делать. Поэтому, скажем так, вот в этом плане, новых людей можно каким-то образом на себя попытаться притянуть. Ну, не надо забывать. Значит, я просматриваю, я мониторил ситуацию, как люди голосовали. Где-то порядка 35 человек четко голосовало под дирижирование, допустим, Зинченко. То есть, только минус 35 голосов. Значит, 70 болтались в рамках здравого смысла. Вы называете еще порядка 30 человек, которые вообще не голосовали. Я так понимаю, что это люди-бирожки. И как они будут голосовать, и как... Дайте мне руку не выступить, дайте мне выступить. А потом я попрошу... Катя Пальзютикова, полководческая. Калина Петровна. Я тогда вас попрошу выступить. У меня всего лишь седьмой десяток. Я хочу задать всем вам вопрос. А если голосование пройдет таким образом, что я, если вы, естественно, меня поддержите, и завтра все будет так, как мы оговаривали, что большая часть голосов уже меня. Значит, следующий шанс уже я должен вести собрание. И предлагать громадской радио. Состав правления, комитеты, кандидаты. Так вот именно эта часть меня больше всего интересует. Если мы вместе идем, значит, мы... Так вот это вы готовили, давайте... И те, кого я придумаю, сколько я там. А те, кого я придумаю... Естественно. Давайте вопрос уже назвали. Да. Тут у меня и вопрос, и предложение. То есть первый у меня вопрос, Эдуард Евгеньевич, вам. Вы работали в составе предыдущего совета. Вот можно узнать, в каком комитете вы работали? Какие недостатки, как вы оцениваете его работу? И... Сейчас. И... ну вот, подавали ли в письменном виде предложение? Это первый вопрос. И потом еще просто у меня будет предложение. Спасибо. Я работал в комитете, он назывался... По... Потребительской полиции и технического контроля, который возглавил Михаил Михайлович Дубьёнов. Вот. Я там возглавлял, ну, так называемую, подкомиссию по промышленности и предпринимательству, в которую вначале входило два человека. Потом господин Талашников из нее вышел. В общем-то, я там оставался один. Поэтому я занимался текущей работой своей, как руководителя регионального отделения ОСПП. И то, что я делал как руководителя регионального отделения ОСПП, я подавал господину Гудёнову в качестве деятельности своего подкомитета. Собственно говоря, оно там куда-то шло. Назовите комитет... Как это называется? Так. Комитет испытаний побытового обслуговывания, торговли, коммунальных слостов, по закону правства живачи. То есть, ну, меня, как представителя этого комитета, включили в состав областной комиссии по качеству. Я в этой областной комиссии по качеству заседал за два года три раза. Ну, голосовали за товары, которые у нас выбирались на конкурс. И еще один раз от комитета я принимал участие в видеоконференции с заместителем и руководителя Держкомплекс премьерненства. И вот эта продолжительная процедура в государственной службе...